Я Андрей Шмаков, я шеф-повар ресторана Савва. Ребят, я жду вас у себя в ресторане на практику, на стажировку. Вы узнаете, что такое работать в ресторане, что такое кухня ресторана Савва, кто такие люди, которые работают на этой кухне. Узнайте мою философию, и я думаю, что вы не пожалеете об этом. Мои впечатления следующие. У меня прям открылся рот, потому что я никогда не мог представить, что учебное заведение может быть вот таким крутым, как мне показали его позавчера. То есть от одного спортзала я просто вообще... Ну, когда мне сказали «спортзал», и когда ты попал просто на крытый стадион, понимаешь, что любой учащийся может воспользоваться этим стадионом и заниматься спортом, столько много интересных каких-то комнат, и комната 50 Best, и комната Michelin, где ты будешь узнавать все, что происходит в мире, все, что происходит, можно так сказать, на планете гастрономии, да, вот, наверное, это очень-очень здорово. Я просто вижу, как горят глаза у ребят, которые ходят на занятия. Вот это вот очень здорово, потому что нынешняя молодежь, она, ну, не воспринимает профессию повар, как профессию. В основном это как бы «ай, буду поваром», а тут совсем все по-другому. То есть тут ребята настолько хотят заниматься своим делом, я вижу, что они вот прям фанатики какие-то своего дела, и я уверен, что у них все будет хорошо. Даже если им сейчас, там, 18-20 лет, я уверен, что в 25 лет они будут крепкими и отчаянными, сушефами на лучших кухнях страны, а может быть, там и мира. Каждый раз, когда ты начинаешь работать простым поваром, да, ты обязательно режешься, обжигаешься. Это не душевные раны. Душевные раны у тебя приходят уже после 30 лет, когда у тебя нет времени для того, чтобы создать семью или лишний раз не съездить в отпуск со своим любимым человеком. Вот это да, это вот душевные раны. А до 30 у тебя раны, когда ты режешь пальцы, обжигаешься, и это является каждодневной, наверное, операцией. И для меня повар без шрамов – это не повар, ну, к сожалению. Значит, он что-то или неправильно делает, или у него не было никогда запар. Вы знаете, у меня на следующий год будет ровно 30 лет, как я работаю поваром. И за эти 30 лет, наверное, я раза 4 вообще хотел уйти из специальности, потому что из профессии. Потому что, ну, очень тяжело все время находиться в таком ритме. Так как у меня там трое детей, у меня три дочери, и каждый раз, когда я понимал, что я так мало уделяю времени своим детям, я все время хотел завязать с этим. Но в какой-то момент я понимал, что на мне очень большая ответственность за моих детей, за мою семью, вообще за жизнь моих близких. А кроме как готовить еду, управлять, я, наверное, ничем больше не хочу заниматься, но и, может быть, не умею. И я возвращался все время на кухню. У меня появлялись какие-то новые... Моя философия менялась, да, мои вкусы, может быть, даже менялись. То есть мое отношение к гастрономии менялось. И это каждый раз долвал вот этот, как я называю, волшебный пендель для того, чтобы опять прийти на кухню, улыбнуться и начать все заново. Ну, не даже, не, наверное, все заново, а просто начать еще раз расти выше и выше. Начинающему шефу надо просто любить то, чем он занимается. Вот это самое важное. Если тебе это не нравится, и ты понимаешь, что ты не в своей тарелке, наверное, надо просто поменять специальность очень быстро, если есть у тебя время и желание. Потому что дальше будет еще хуже. Молодой шеф должен сразу понимать, что 12-16 часов в день он будет стоять на ногах. Он должен будет выполнять приказы, если не шефа, то хотя бы су-шефа, если не су-шефа, хотя бы бригадира. То есть очень-очень все такое тяжелое и монотонное. Но в конце концов, если ты лидер, если у тебя есть качество, если у тебя есть вкус, ты обязательно будешь су-шефом, обязательно будешь шефом. Это должно когда-то в жизни случиться, потому что если ты выдающийся, все у тебя получится. Я не то что жду, я готов их вообще всех забрать к себе на работу. Естественно, да, я знаю, что сейчас второй курс будет на практике с весны, по-моему, поэтому я жду любое количество ребят, кто захочет ко мне приехать в САУ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!